Хасавюртовский завод железобетонных изделий начал свою деятельность в 1966 году. На сегодняшний день на предприятии трудятся свыше 100 человек. Наряду с сильной половиной человечества на заводе работают и представительницы прекрасного пола. Если в обществе принято слышать фразу «женщины слабые существа», то уж точно не здесь. Так как именно на их хрупкие плечи ложится нелегкая, требующая точности, не совсем женская работа крановщицы. Джина Эдзакаева пришла на завод достаточно давно. На вопрос, почему стала крановщицей, ответила просто и скромно. Так получилось. У нас здесь все женщины крановщицы. На кранах все женщины работают, даже там в цехах тоже. А так мне нравится, ну уже привыкла. А когда кран освобождается, я спускаюсь, и вот эти балки мы делаем, где надо ремонт сделать, ремонт делаем, делим мы их. Несмотря на свой солидный возраст, предприятие не потеряло своих мощностей и качество выпускаемой продукции. Производственные площадки завода оборудованы формовочными линиями с разными видами технологий. Сперва делается распалка в предыдущей балке, потом смазка, устанавливаются каркасы, потом натягиваются струны, предварительно напряженные струны. Все струны натягиваются под давлением 275 атмосфер. Есть 5 струны, 7 струны, 9 струны балки. В арматурном цеху тоже трудятся женщины, по силе и выносливости ничуть не уступая мужчинам. Мощность цеха позволяет удовлетворять не только потребности собственного производства, но и производить в виде готовых изделий легкую и тяжелую арматурную сетку, объемные каркасы для потребителей. В первом цеху, как принято условно называть цех по изготовлению железобетонных конструкций, выпускаются в широком ассортименте мостовые балки, плиты покрытий и перекрытий. Штат сотрудников при необходимости пополняется. Специалисты сварочной и токарной работы должны иметь специальное образование. Нелегкому ремеслу крановщика на заводе обучают. Изготавливаемая моя продукция реализуется не только на территории республики, но и в соседние регионы.